Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о микроволновках. О ремонте микроволновки, но даже не столько о ремонте, а о том, что каждый владелец микроволновки должен делать, зачем смотреть, чтобы у нас микроволновка не ломалась никогда и работала долго-долго. Ну, по возможности никогда. Вот эту микроволновку мне в свое время ее привезли из Германии, там ее выкинули и мне ее подарили. Это микроволновка Аляска. Она же Deo Kog, модель Deo не помню, я напишу под видео и вставлю здесь название. При включении этой микроволновки, она жутко трещала, там сверкали молнии, было очень ужасно, конечно. И потом, естественно, сгорел предохранитель, поменял предохранитель, он опять сгорел, она перестала вообще греть. Как оказалось, впоследствии уже сгорел предохранитель и высоковольтный диод. Но дело не в этом. Там, прежде чем ее мне отдавать, смотрели мастера на нее, сказали, вот тут надо менять магнетрон, все это очень дорого, все это как бы не быстро, но микроволновку в конце концов отдали мне. Это было очень давно. Так вот, почему же она стреляла, сверкали молнии, она потом сломалась. Все дело вот в этой пластинке. Так называемая слюдяная пластина, дело в том, что она у нас должна быть всегда чистой, на ней не должно быть ни капельки жира. Очищать микроволновки лучше всего специальными средствами, например, вот такое средство. Просто пшикайте на поверхности и тряпочкой протирайте. Микроволновка у нас должна быть абсолютно чистая. Особенно вот смотреть за вот такой пластиной. Эта пластина имеет просто защитную функцию. Там за ней находится магнетрон, который в общем-то и выпускает сюда вот волны микроволновые. Если эта пластина покроется слоем жира, вот это и будет причиной того, что сначала у нас сгорит предохранитель, а потом может или сразу может даже сгореть и защитный диод. Поэтому, когда вы вытираете микроволновку, обращайте внимание на вот эту пластину. Ее надо очищать. Даже иногда ее надо откручивать и протирать спиртом. Если же пластина прогорела, то тогда можно вырезать новую пластину. Материал для нее продается отдельно. Его можно купить. У меня вот это вот такие вот листы. Вырезается обыкновенными ножницами. Бывают разных размеров. Не обязательно искать точно такую. Как у вас откручивается просто. У меня вот здесь вот два болтика. Выкручиваете, протираете спиртом или моющим средством для посуды и закручиваете обратно. То есть если у вас микроволновка начала трещать, издавать громкие звуки, сверкать молниями, первое что надо сделать это снять эту пластину и хорошо ее отмыть от жира. После этого она опять будет у вас работать. Если все-таки вы пропустили этот момент, у вас микроволновка перестала работать, перестала греть, то нужно открутить и снять крышку микроволновки, разобрать ее. Найти вот этот предохранитель. Вот я помещаю фотографию как он выглядит. И также может сгореть еще у вас вот такой вот диод высоковольтный. Держите микроволновку в чистоте и она будет работать у вас очень-очень долго. Ну и чтобы у нас она не заляпывалась жиром при готовке, лучше всего использовать конечно специальные вот такие крышечки. Когда вы ставите туда продукты, накрываете вот такой крышкой, и у нас жир уже не разбрызгивается по сторонам. Но обратите внимание, что крышка может расплавиться, если вы включите режим гриль. Если микроволновка у вас с грилем, как у меня, то при использовании гриля эту крышку конечно помещать внутрь нельзя. Иначе она у вас расплавится. Все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.